Здравствуйте! В эфире Первая студия. С вами Алмажана Манкельдинова. В прошлом году в Казахстане был утвержден национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Он направлен не только на поддержку субъектов предпринимательства, но и на обеспечение населения рабочими местами. О возможностях и преимуществах проекта поговорим с Надеждой Владимировной Костюнюк, руководителем Центра занятости населения Акимата города Кустанай. Здравствуйте, Надежда Владимировна. Доброе утро пожаловать к нам в студию. Мы рады вас видеть. Надежда Владимировна, давайте напомним нашим телезрителям об основных целях и задачах национального проекта. Основные цели задачи национального проекта, как и все проекты по занятости, направлены на уменьшение безработицы, наибольшего охвата лиц как постоянными, так и временными рабочими местами. То есть для чего и существует наша работа, именно занятость. В рамках национального проекта в этом году у нас также реализовались основные направления, которые были до этого и в дорожной карте занятости, и в продуктивной занятости. То есть в этом году у нас уже реализуется национальный проект. У нас такие направления остались, как обучение, временные рабочие места и трудоустройство на постоянные рабочие места. А если подробнее остановимся на главных направлениях национального проекта? Более подробно. Главными направлениями национального проекта это переобучение. То есть если у человека нет профессии, у нас есть курсы краткосрочного обучения. В этом году у нас новое направление краткосрочного обучения. Это было обучение на рабочем месте у работодателя. Также осталось у нас обучение по заявкам работодателей. То есть работодатели подают заявки, мы направляем безработных на обучение с целью дальнейшего трудоустройства в данной организации. Обучение на рабочем месте подразумевает направление безработных к данному работодателю. Именно работодатель обучает для себя. Здесь все полностью оплачивается государством. Работодатели подают нам заявки, указывают смету с расчетами на обучение данных безработных. И также с трудоустройством у себя. То есть уже работодатель обучает именно для себя по каким-то особым направлениям, по каким-то особым критериям. По обучениям, по заявкам работодателя у нас обучились 104 человека. Сейчас все у нас участники программы трудоустроены на постоянное рабочее место. На обучение на рабочем месте еще обучаются. Еще порядка 25 человек продолжают обучение также с последующим трудоустройством. Если дальше развивать направление обучения, то в этом году у нас были онлайн-курсы. Это достаточно новое направление, но только второй год. Все безработные при регистрации в качестве безработного могут пройти онлайн-курсы на платформе электронной биржи труда. Проходя эти курсы, сертификат, в личный кабинет падает сертификат. Уже в дальнейшем при рассмотрении именно резюме данного безработного, то есть преимущество, что у него есть сертификат в том или ином направлении. Обучение у нас, обучение бизнес-бастау, в этом году обучение у нас также проходило на сайте электронная биржа труда. Обучение проходило онлайн. Сроки обучения в этом году у нас сократились до 14 дней. То есть все желающие могут зарегистрироваться. Они должны обязательно быть либо безработными в зарегистрированном центре занятости, либо индивидуальными предпринимателями. Обучение бизнес-бастау проходит и сейчас. То есть как в прошлом году потоков нет, любой желающий может зарегистрироваться и пройти обучение в настоящее время. Для предоставления заявки на гранты обязательно нужен этот сертификат. Также и для кредитования. То есть сейчас любой желающий, как я уже сказала, может пройти обучение. Две попытки финального тестирования. Если человек финальное тестирование не проходит, то сертификат об окончании, об завершении курсов он не получает. Но у него есть возможность повторно пройти это обучение. То есть количество не ограничено до получения конечного результата. Надежда Владимировна, вот вы уже затронули тему бизнес-бастау. Скажите, а кто именно может претендовать на грант? На грант в этом году могут претендовать, вернее могли претендовать молодежь до 20 лет, до 29 лет и социально уязвимые слои населения. То есть к социально уязвимым слоям населения у нас относятся многодетные, малообеспеченные лица с инвалидностью, лица воспитывающие ребенка инвалида и по потере кормильца и инвалиды. Если в прошлом году также здесь у нас были и безработные, то в этом году именно социально уязвимые слои населения именно были категории. В этом году у нас выдано 110 грантов, грант у нас прием заявок был на 4 потоках, то есть в 4 потоках мы выдали на сегодня 110 грантов. А что необходимо для подачи заявки, вот еще раз, для тех, кто в будущем, возможно, планирует как раз таки? Для подачи заявки именно на грант, как я говорила, первостепенно нужно пройти обучение бизнес-бастау, подготовить бизнес-план и подает заявку также на инбеки. Эти заявки в течение, в этом году у нас были потоками, то есть на период 10 дней открывается поток и в течение 10 дней любой желающий может подать заявку. По истечении 10 дней мы эти заявки рассматриваем, рассматриваем на комиссии, есть городская комиссия именно по выдаче грантов, эти заявки рассматриваются, и уже участнику проекта уведомление приходит, одобрили ему грант, либо не одобрили. То есть, самое главное, нужен сертификат и бизнес-план основные. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что те, кто прошел, получается, обучение по бизнес-бастау, они готовят проект, да? По каким критериям вообще оценивается данный проект? То есть, что именно должен учитывать человек при как раз таки создании своего проекта? Именно какие критерии? Именно по критериям бизнес-плана, во-первых, человек должен знать, для чего он вообще открывает бизнес, направление бизнеса. Далее в бизнес-проекте он указывает все то, что ему необходимо. То есть, все то, что он будет приобретать на грантовые средства. Участнику необходимо знать рынок конкурентов, рынок сбыта. То есть, куда будет его товар, куда он его будет сбывать? Он должен просчитать прибыль свою, то есть, затраты, которые он потратит, соответственно, прибыль, которую он получит. Это все он должен указать в бизнес-проекте, это все он должен просчитать. Также, как бы, большое внимание уделяется на рекламу своего товара. То есть, где будет размещать, да, сейчас, сами знаете, у нас соцсети, везде у нас соцсети. То есть, ну, в основном уже приходят претенденты на получение гранта, у них уже есть странички в соцсетях, у них уже есть у некоторых свои клиенты, есть наработанные клиенты. Есть, ну, в первую очередь, как бы, ну, не в первую очередь, можно сказать, но в основном, да, это у нас является реклама. То есть, должна быть реклама, чтобы человек смог прорекламировать свой товар, чтобы он смог найти покупателей, чтобы он смог найти получателей на данный вид услуги, соответственно, для получения прибыли. То есть комиссия должна видеть, что проект действительно стоящий, да? Да, комиссия должна, ну и оценивают в основном все эти критерии, знает ли участник, претендент свой проект, да, сможет он его презентовать, сможет он его в дальнейшем реализовать, есть ли какие-то риски при реализации данного проекта. Грантовые средства, вы знаете, что это безвозмездно, то есть их возвращать не нужно, но обязательно в течение трех месяцев человек должен нам подтвердить целевое использование. В этом году у нас в правилах были изменения, в течение трех месяцев обязательно должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели. Если в прошлом году здесь уже был выбор у участника программы, либо они оплачивают ЕСП, либо они регистрируются как индивидуальный предприниматель, в этом году условия поменялись. То есть участник, претендент должен быть обязательно зарегистрирован в налоговых органах. По виду режима, ну, это уже на усмотрение самого участника. И большой плюс играет создание рабочих мест. То есть если реализовывают проект, то очень много, большой процент, что будет создаваться еще дополнительно рабочие места. То есть вы охватываете? Да, охватываем. То есть кроме человека, который реализовывает этот бизнес, он еще плюсом создает рабочие места. То есть вы стараете охватить как можно больше аспектов на рынке труда? Да, стараемся. Ну, все наши проекты направлены на создание рабочих мест, новых рабочих мест. Вот скажите, человек получил грант, то есть он прошел обучение, создал проект, комиссия его одобрила, он получил, получается, грант, да? Соответственно, он уже реализует свой проект. Как часто вы ведете мониторинг? И вот вы упоминали, да, ранее даже на прошлой программе, когда вы ранее еще были у нас, о том, что они должны давать какую-то отчетность, да, определенную? Да, в течение трех месяцев они предоставляют нам подтверждающие документы, то есть все то, что претендент указывал в бизнес-плане для приобретения, это все должно быть подтверждено документально. Сейчас это все отработано в системе, то есть в своем личном кабинете в электронной бирже труда они прикрепляют все эти сканированные документы, о том, что действительно это есть, да, действительно они закупили, закупка оборудования произошла. Далее мониторинговая группа выезжает, у нас есть мониторинговая группа, то есть мы проверяем наличие, ну, сами понимаете, документы это документы, а наличие оборудования это наличие оборудования. Проверяем наличие оборудования и в дальнейшем ежемесячно участник предоставляет отчет. Есть установленная форма отчетности и эту отчетность предоставляют в течение года. Также сейчас она, все это у нас идет электронным получается, в своем личном кабинете они прикрепляют эти отчетности. Ну, соответственно, и налоги. Налоговые платежи должны быть отчисляться каждый месяц ежемесячно. Ну, в зависимости уже от установленного налогового режима, по тому, которому будет работать человек. А вообще, насколько часто вот люди подаются явки и насколько они заинтересованы вот именно в этой госпрограмме? То есть, получается, в основном это вот молодежь, да, я так поняла? Да, в основном это молодежь, но в этом году у нас, я могу сказать так, 50 на 50 было. То есть это у нас и социальные взаимослые населения, и молодежь. Что касаемо молодежи, я всегда об этом говорю, молодежь, они более креативные, более, как можно сказать, продвинутые, да, у них интересные идеи, у них что-то новое. У них, если раньше там маникюр, да, парикмахерская, сейчас это разработка каких-то сайтов, это видеофотосъемка, это открытие, не знаю, магазинов воздушных шаров, это открытие магазинов для праздника. Вот они более в этом плане, ну как, более продвинутые, что ли, можно сказать, да, у них очень много интересных проектов. То есть они идут много со временем? Да, они идут много со временем, у них много вот IT-технологий, у них много вот более такого интересного. Ну, в основном, как бы у нас парикмахерские, кондитерские, очень много, в этом году очень много было кондитеров. Прям большой процент кондитеров, молодежь, мамочки в декрете, по уходу за ребенком-инвалидом, вот мамочки, студии, детские студии, детские фотостудии, фотозоны, развивающие, изготовление развивающих игрушек для детей с инвалидностью. То есть много, есть очень интересные проекты, как бы, и вот их становится все больше и больше. Здорово. А вот, ну, в основном, вы сейчас обозначили именно молодежь, да? А вот люди как раз-таки вот среднего, более взрослого возраста, чем они больше заинтересованы? Вот помимо того, что вот вы сказали, вот какие-то парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, может, есть что-то такое особенное? Очень большую популярность вот в этом году клининговые компании, клининговые компании, швейные, швейные мастерские, швейное ателье тоже много. И пошив национальной одежды, пошив детской одежды, вот именно идет какое-то направление, то есть человек не распыляется, да, а он именно берет определенное направление и именно хотят работать в данном направлении. В этом году у нас было производство пошив медицинских халатов, да, с медиками связано, вот в таком плане. То есть, ну, как бы в основном мужчины-то у нас СТО, да, открытие СТО, открытие шиномонтажки, ну, а девушки уже более разнообразные у них бизнес-идеи. Надежда Владимировна, вот мы уже, так скажем, более развернуто раскрыли тему бизнес-баста, я думаю, что нашим телезрителям действительно эта информация была очень полезной. Вот теперь хотелось бы поговорить о других направлениях как раз-таки национального проекта. Очень много подвидов, да, так скажем, серебряный возраст, контракт поколений и так далее. Если можно, по отдельности каждое направление, если об этом расскажете. Да, сразу хочу сказать, что в прошлом году у нас, я вот говорила, да, в сентябре, что по временным рабочим местам у нас были внесены ограничения, можно так сказать, да. То есть по общественным работам у нас был 40% от штатной численности, по другим направлениям 20%. В этом году вот у нас буквально вышли изменения к постановлению, да, к приказу министра труда, эти ограничения убрали. То есть на следующий год работодатель уже, мы не будем выдерживать эту процентовку. То есть на сколько работодатель подает заявку на количество временных рабочих мест, сколько людей мы будем ему направлять. У нас социальные рабочие места. Это субсидирование заработной оплаты участникам проекта работодателю. Работодатель устанавливает заработную плату, 35% субсидируем мы. В прошлом году также до этого мы перечисляли эти 35% именно на счета участников программы. В прошлом году вновь мы вернулись к старому формату работы. Мы по акту выполненных работ перечисляем работодателю только после оплаты заработной платы и оплаты налогов. То есть мы видим, да, что работодатель действительно оплатил заработную плату, выплатил налоги. После этого мы перечисляем ему субсидии. Что касаемо молодежной практики, то у нас наше одно из первых направлений молодежная практика. В этом году у нас было направлено порядка 180 человек выпускников. Также в этом году у нас произошли изменения. Увеличился размер заработной платы до 30 мрп и количество именно прохождения молодежной практики не 6, а 12 месяцев. Что касаемо молодежи, первое рабочее место. Также у нас увеличился размер заработной платы 30 мрп в этом году мы оплачивали. Здесь уже у нас молодежь без опыта работы. То есть если молодежная практика, это мы направляем по диплому. Даже если до этого где-то выпускники работали, но не по специальности, вновь полученная специальность, мы направляем. Это первое рабочее место. Она сама за себя и говорит, это первое рабочее место. Сейчас в этом году мы ждем изменений. Возможно, будут изменения по критериям, по именно участникам программы. Пока этих изменений нет, но в планах будут изменения. Поэтому сейчас, в данный момент, мы принимаем заявки от работодателей уже на 2023 год, на следующий год. Поэтому, пользуясь случаем, пользуясь возможностью, работодатели, желающие принимать участие, принять участие во всех наших направлениях программы, могут обратиться к нам, позвонить по телефону. Мои специалисты проконсультируют, все поможем. Поэтому сейчас у нас идет именно прием заявок уже на следующий, на 2023 год. Что касаемо контракта поколений, контракт поколений также мы направляем выпускников, завершивших обучение последние два года в организации, где есть лица предпенсионного возраста, сроком осталось до менее шести месяцев, то есть до выхода на пенсию. Это более как наставнический проект, мы направляем молодого специалиста, закрепляют за ним наставника, то есть это у нас получается человек предпенсионного возраста, а в дальнейшем уходит на заслуженный отпуск, как будто себе готовит замену, можно так сказать. И новое направление у нас в прошлом году – это серебряный возраст. Мы в этом году направили 41 человек. Именно по данному направлению у нас также это лица предпенсионного возраста, кому осталось до двух лет до выхода на пенсию. Субсидирование работодателя – 50% от установленной заработной платы. Работодатель устанавливает заработную плату, 50% субсидирует государству, то есть выплачиваем мы. Поэтому вот одно из новых направлений. На следующий год все направления также у нас будут реализовываться, возможно будут изменения. Поэтому что касаемо по процентовке именно полуштатной численности, я сказала, что процентовку эту убрали. То есть получается работаем в старом формате, так как это было до 2022 года. А скажите, а именно по какому направлению чаще всего обращаются граждане, которые хотят трудоустроиться? Спрос на какое направление больше все же? Ну, как бы я не скажу, что где-то больше. Практически во всех направлениях у нас большое количество, можно так сказать, желающих. Серебряный возраст, почему у нас всего 41 человек в этом году, это направление было новое. То есть пока все это донесли до работодателей, пока это объяснили, как бы с безработными, с работодателями. Я надеюсь, что в этом году, почему-то я так думаю, что у нас будет гораздо больше желающих и работодателей, и соискателей. Соискатели, ну это плюс, до пенсии, да, у него будет пенсионное отчисление. То есть, соответственно, при назначении пенсии, начисление пенсии, это будет играть огромную роль. А работодателю плюс в том, он, или он будет платить зарплату 60 тысяч, да, или он установит зарплату 120 тысяч. Он также оплачивает свои 60 тысяч, да, но он заинтересовывает этом и соискателя, то есть и человек пойдет к нему работать. Также на эту, на заработную плату практически в два раза больше. И работодателю плюс в том, что он выигрывает, он оплачивает 50% заработной платы, но у него есть человек, который готов у него работать. Поэтому сейчас у нас уже есть заявки, то есть, ну, сами знаете, да, работодатели все равно где-то информационно это все освещается, где-то они между собой уже друг другу все это рассказали, да, довели. Поэтому есть желающие именно по данному направлению. Поэтому, ну, ждем направления, мы надеемся, что в этом году возраст, как, делают не от, там, два года до пенсии, а гораздо больше. Поэтому сейчас, ну, сейчас пока остается все так, как есть. Чтобы у людей предпенсионного возраста была какая-то гарантия, да? Да, чтобы была гарантия, чтобы был стимул, ну, и это, например, не 61, да, там, для мужчины, там, 60 для женщин, а хотя бы 55 плюс. Тогда, конечно, и соискателем работа будет, и работодателем это тоже большой плюс. Вот что касательно еще хотелось бы вновь вернуться к таким направлениям, как молодежная практика, первое рабочее место. Скажите, по каким именно сферам в основном трудоустраиваются как раз-таки молодые? Вот мы знаем, что вообще молодым сейчас уделяется особое внимание, то есть, и, соответственно, наверное, все-таки таким направлением, как первое рабочее место и молодежная практика, как раз-таки уделяют очень большое внимание, чтобы как раз-таки молодежь именно трудоустраивалась, и, соответственно, уже у них начинался трудовой стаж, да? Какие направления в основном, в каких сферах больше всего ребята, в каких сферах трудоустраиваются? Что касаемо молодежной практики, у нас очень много юристов с юридическим образованием, очень много в департаменте полиции мы направляем, очень много в госорганах, именно вот юридическое образование. Ну, также и экономическое образование, и бухгалтерское, и воспитатели есть, то есть, и делопроизводители, и психологи разнообразные, очень много направлений, очень много специальностей, то есть, как бы практически по всем специальностям есть молодежь, которая проходит молодежную практику. Но в основном, это, наверное, все-таки юристы и экономисты, как бы это две такие основные специальности, которые у нас заканчивают, да, завершают обучение. Поэтому в госслужбу мы направляем, или именно в агентство по делам госслужбы, в департамент по делам госслужбы, в государственные организации. Очень много молодежи, они хотят проходить молодежную практику именно в госорганах. Большее количество, чем в частном секторе, чем в частных предприятиях. Поэтому, как бы в основном, юристы и экономисты. А вот по поводу направления контракта поколений. Вот на ваш взгляд, в качестве специалиста, насколько это направление дает плоды? То есть, действительно ли актуально, или вот, допустим, вы говорите, да, о том, что люди предпенсионного возраста, они как бы готовят себе замену, да, вот, по направлению контракта поколений. Как вы считаете, насколько актуален тот опыт, который они передают, допустим, молодежи? Все же, как бы, время не стоит на месте, все меняется. Допустим, это еще, конечно, исходя из того, какую сферу, да, они осваивают. Насколько это актуально вот для молодежи? Все-таки какие-то общие принятые стандарты, они остаются? Или все же это как раз-таки опять-таки зависит от той сферы, которую ребята осваивают? Ну да, это зависит от той сферы, это как бы в первую очередь. Но в то же время, если человек идет, как бы, конкретно, да, на эту профессию, на эту должность, на эту специальность, и человек, который работал, то есть его наставник, я думаю, что он, наоборот, как раз весь тот опыт, все свои знания, что касаемо данной профессии, что касаемо именно данного рабочего места, он ему передает. То есть за полгода он приобретает опыт. Когда выпускники приходят с учебных заведений, да, как бы, ну, по себе знаем, да, когда мы завершили, там, колледж или институт, у нас есть только теория. Мы знаем только теорию. Даже если мы проходили практику, ну, это, ну, к какому практику могли пройти, да, теория это одно, а практика для работы это совсем другое. Поэтому наоборот, если даже молодежь приходит с какими-то знаниями, у них есть эти знания, но они не могут их применять на опыте. А здесь уже человек, знающий свою профессию, знающий, да, свою работу, где работал, он, наоборот, передает эти знания именно эту практику. То есть он ему объяснит, покажет, расскажет. И здесь, мне кажется, молодые со своим каким-то новым взглядом, да, со своими новыми мышлениями, с новыми понятиями, может, с новыми технологиями какие-то. И именно наставник тот, который знает эту работу, пусть без каких-то совершенных технологий, но он её знает. И здесь, наоборот, происходит контраст. То есть этот весь свой опыт, да, объясняет, передаёт. И молодой специалист уже на основании его опыта, ну, где-то свои какие-то, может, нюансы вносит, да, в эту работу. Всё равно каждый человек видит по-своему. Поэтому, мне кажется, наоборот, это очень такое направление именно для передачи опыта. Знание одно, а опыт – это как бы совсем другое. Совершенно другое, да? Да, это совершенно другое. И поэтому здесь весь опыт и теория, да, можно так сказать, или какой-то новый подход, да, новое видение данного именно профессии. То есть, так скажем, синтез прошлого и будущего задаёт, так скажем, новый вектор работы, да? Да, и где-то, да, именно поэтому, как-то я говорю, потом оно может по-другому немного. Для организации это будет плюсом. Ну, это моё мнение, это я так считаю, что где-то на новый уровень выведет, да, как-то молодой специалист на основании полученного опыта. И думаю, если именно заинтересован, да, молодой специалист, заинтересован именно в получении этой работы, именно освоить эту профессию, то он за этих полгода, да, он научится тому, чего он хочет. Я всегда говорю по всем нашим мерам, когда мы разговариваем со студентами, со всеми, главное – желание. Если есть это желание у человека, он будет работать, он будет искать работу, он будет учиться, он будет осваивать, он будет на молодёжной практике стараться показать себя для того, чтобы где-то как-то закрепиться, да, остаться в этой данной организации. А если у него нет желания, как бы его не просили, как бы его не уговаривали, как бы его не учили, ну, нет желания. Ну, вообще, в целом мы можем сказать, что проект по развитию предпринимательства – это более усовершенствованный вариант как раз-таки госпрограммы «Янбек». И вот хочется всё-таки спросить, какие показатели ждут от реализации национального проекта в целом? Ну, если касаемо текущего года, да, у нас в этом году в рамках данного проекта мерами занятости охвачено порядка 6 тысяч человек, это вот, как я уже рассказала про все наши направления, да, это временные рабочие места, это у нас текущие вакансии, то есть это мы направляем людей именно на вакансии, которые у нас имеются в городе. После завершения временных рабочих мест всех наших направлений программы мы человека трудоустраиваем на постоянное место работы. То есть у нас конечной целью временных рабочих мест является трудоустройство. И именно трудоустройство на постоянное рабочее место. Если год, да, 12 месяцев, 18 месяцев, смотря по какому направлению, полмесяца, ой, 6 месяцев, полгода, субсидирует государство и даёт помощь государству, то в дальнейшем уже эти специалисты идут на постоянное рабочее место. То есть это и является целью проекта, чтобы после человек получил постоянную работу. Ну и, наверное, завершающий вопрос, Надежда Владимировна. Скажите, насколько вы ведёте информационную работу, то есть активно в социальных сетях, чтобы как раз-таки наши граждане могли знать об этих всех направлениях? Информационная работа. У нас есть страничка в Инстаграме, то есть всю свою работу, все новые у нас, то есть всё, что касаемо обновлений, да, есть в программе изменения, всё это мы размещаем на своём сайте, в треничке в Инстаграме, на сайте Акимата города Кустаная у нас есть вся информация. Также у нас, не буду обманывать, 2-3 раза в месяц, это у нас как минимум мы с интервью выходим, да, в средства массовой информации, это наши газеты, это наше телевидение, то есть у нас работа ведётся постоянно. Что касаемо работы со студентами, 2-3 раза в месяц мы выезжаем по вузам, по средним учебным заведениям, именно с разъяснениями программы. С начала января и по июнь, по июль у нас проходят ярмарки, вакансии практически каждую неделю во всех учебных организациях города мы, то есть, информируем молодёжь. Как бы информационную работу у нас идёт постоянно. Если у нас есть какие-то изменения, какие-то объявления, да, о наборе курсов, о наборе заявок на гранты, то это мы обязательно, у нас есть бегущая строка, она на телеканале АЛЛАУ, поэтому обо всех изменениях мы сразу в средствах массовой информации всё размещаем. Надежда Владимировна, мы благодарим вас за столь интересную беседу. Я думаю, что нашим телезрителям действительно было полезно узнать о такой объёмной информации, так как действительно тема трудоустройства, она актуальна в нашем обществе. Уважаемые телезрители, ну а наше эфирное время подошло к концу. С вами была Первая студия. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова